И снова променад в покое нам только снится Дети Асфальта вместе с пушистиком Ириной Борделовской И Николаем Команцевым, веселым Николаем Команцевым Мы приглашаем вас в очередную прогулку по нашим каменным джунглям Коля, а вот почему город называют каменными джунглями? Здесь легко заблудиться, что ли? Нет-нет-нет, здесь такой же простор для новых открытий А здесь асфальт и первопроходцы? В какой-то степени Ну что же, мы приглашаем всех в нашу очередную экспедицию и обещаем, мы не оставим на карте города ни одного белого пятна Я думал, медведя Ну почему медведя? Ну мы же не за полярным кругом Старый город обновится В Могилеве планируют благоустроить полсотни дворов Как попасть на улицу Тишкигартного? Дети асфальта узнали Им рукоплескал искушенный Санкт-Петербург Учащийся в Могилевской гимназии колледжа искусств стал его рядами престижного музыкального конкурса Она знает, как держать удар Абсолютная чемпионка мира по тайскому боксу Елена Муратова в рубрике «Эссе Хомо» Коля, а вот как ты думаешь, какая новость самая хорошая? Такая самая-самая Самая-самая хорошая, насколько я помню, это отсутствие каких-либо новостей Да ты что? Да А вот Кристина Каранкевич с этим в корне не согласна Она прогулялась по городу и выяснила, какие же работы ведутся на Днепре А еще она узнала, что будет с нежилым домом по адресу улица Ленинская, 59 Кстати, легендарный дом Правда? Да Ну и спросила у могилевчан, что их больше всего удивляет в нашем городе А тебя что удивляет? Меня удивляет я Могилев наводит порядок Вы наверняка успели заметить вот эти вот речные экраны Дело в том, что к майским праздникам здесь должны открыть пристань А посему занимаются и благоустройством берегов Днепра Скоро они приобретут эстетический вид Подробности мы решили узнать из первых уст Мы наняли наподряд к себе с речного порта плавучие краны Которые насыпают песок на берег, чтобы придать ему эстетический вид Ну и чтобы пойма от грыбной базы до моста Яшина была приведена в парадок к 8 мая В месте, где пристань, то должны углубить, чтобы теплоходы и катера подплывали к пристани Сделаем газончик, когда будет открытие ее То есть будет все выглядеть достойно Когда-то в этом общежитии по адресу Ленинская, 59, горел свет и даже были слышны голоса могилевчан, вернувшихся с работы А еще здесь был ремонт обуви, даже шильда осталось Сегодня, правда, оно пустует, а все потому, что бывшее общежитие стройтреста номер 12 признано аварийным Здание построили еще в начале 50-х годов За давностью лет оно, конечно, обвешало В мае 2014 года жильцов общежития расселили И сейчас в горосполкоме идет процедура получения разрешения на реконструкцию этого старого здания Планируется, что ремонт начнут в этом году По Могилевским дорогам с недавнего времени колесит молодежный троллейбус Поездка в тематически оформленной двойке сопровождается молодежными песнями Инициатива создания такого необычного троллейбуса принадлежит Могилевскому горосполкому и молодежному парламенту Оформление транспорта полностью отдали в руки молодых и инициативных И теперь в канун праздников троллейбус будут украшать тематически И подбирать соответствующее звуковое сопровождение Что ж, мне кажется, наш Могилев никогда не перестанет нас удивлять Здравствуйте! Скажите, что в Могилеве вас удивляет? Люди У меня все, потому что я из Бобруйска Звездочет Посидели на своих знаках, загадали желания Да ничего не удивляет Серьезно? Да Вот, Звездочет Хорошее место Площадь Ленина тоже большая достопримечательность для города, я считаю Нас удивляет А мне нравится у вас народ Мы не местные, мы приезжие Поэтому у нас больше взгляд со стороны Нравится народ, очень дружелюбный И очень нравится ваша Ленинская улица Я считаю, что с точки зрения архитектуры это очень удачный шаг Хотелось бы в своем городе точно такой же Классно, откуда вы? Борисов Самое большое солнечное затмение за последние 16 лет Наблюдали мы с вами 20 марта Солнечный диск перекрывался почти на 70% Такое астрономическое явление совпало и с Днем весеннего равноденствия Что интересно, за всю историю человечества такое было-то всего 10 раз Как это было, предлагаю вспомнить в нашей рубрике без комментариев Слухи Вещи коварные и неприятные Они порождают неправду, а неправда проблемы Как их избежать? Нет проблем? Просто заходите в кулуары детей асфальта Мы там говорим только о проверенных фактах Если машина застрахована в автокаске и не подлежит восстановлению, мне восстановят всю ее стоимость? В этом случае страховое возмещение выплачивается следующим образом Стоимость транспортного средства за вычетом годных остатков транспортного средства Какой штраф предусмотрен для тех, кто во дворах паркуется на тротуарах и газонах? В соответствии со статьей 18.22 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях Такого водителя ждет штраф в размере одной базы величины За повторное такое нарушение предусмотрен штраф в две базовых величины Правда ли, что в Могилеве появится клумба в виде георгиевской ленты? А такая клумба появится по улице Гришина у нас к 9 мая С этого гамма будет состоять и стагетис, и цинерарий, и резины Ну то есть повторит георгиевскую ленту Коля, а ты знаешь, что в этом году в Могилеве планируют благоустроить 50 дворов И это абсолютный рекорд Ох, удивило, я тебе скажу, Ирина, больше Жители этих самых дворов примут самое активное участие в этом благоустройстве Молодцы! Неа, молодцы! И девицы тоже примут В этом году старый город вполне может стать новым Программа благоустройства дворов в Могилеве поражает своей масштабностью Более 200 дворовых территорий затронет текущий ремонт Где-то покрасят, установят урны, лавочки, соорудят зеленую зону И около 50 дворов сделают более основательно Причем 7 из них отремонтируют капитально Это 7 дворовых территорий Это весь комплекс работ При необходимости урширения, устройства парковок и так далее В любом случае, эта программа, она в сторону уменьшения корректироваться не будет В сторону увеличения Да Это двор по улице Якубовского, 21-23-25-27 Могилеве Один из первых 50 счастливчиков дворов Здесь уже начались подготовительные работы к масштабной переделке Сразу местные жители испугались, когда увидели, что у них во дворе демонтируют детскую горку А когда объяснили, что собираются поставить новую, повеселели и осмелели Я бы хотел побольше здесь качелей Скамеечки, чтобы родители могли прийти на эти скамеечки, сесть, посидеть, с детьми поиграть Ну, может быть, какую-то площадочку, чтобы дети могли поиграть, может быть, тоже в футбол Может, кольцо тоже будет скеттбольное для детей повесить, чтобы они могли и мячик туда бросить Оно и понятно, что в новом городе не место старым площадкам Может, поэтому современным детям скучно играть во дворе Поэтому городские власти решили, что в 33 дворах Могилева установят современные игровые комплексы С одним из производителей новых горок и качелей встретились дети асфальта У нас в городе есть такие дворы, как Тульский и Московский Ну, мы просмотрели, что лучше для детей На чем дети больше любят кататься Ну, естественно, это такие элементы, как горка, как качели Различные лазалки Вот, это самые интересные, как бы, снаряды для детей Ну, я думаю, мы будем устанавливать такое антивандальное оборудование Ну, максимально надежное Вот, которое, ну, поможет сохранить, да, в целости наши дворы Качели, карусели, игровая стенка, качалки должны понравиться маленьким могилевчанам А резиновое покрытие – их мамам Такой игровой комплекс будет примерно стоить около 60 миллионов рублей И чтобы 33 двора сделать современными, в городе ищут спонсоров Выбор был таков Выбирались дворовые территории, где неплохая, скажем так, на сегодняшний день степень благоустройства Где проживает компактно большое количество детей Источник этой программы – это средства предприятий с привязкой, где проживают их работники в первую очередь Ну, и не только, конечно, и многие предприятия уже откликнулись на это Например, можно назоветь у кого? Это и лифтмаш, это и кейш-девелопмент, это и завод КСИ, ну и так далее Эта работа идет, и средства собираются Для покупки игровых комплексов ищут спонсоров На другие работы по благоустройству дворов из городского бюджета выделят около 6 миллиардов рублей Но понятно, что этого не хватит на все ремонты, идеи и задумки Просить помощи будут и у жителей Например, они смогут принять активное участие в городском субботнике 4 апреля Поговорили от души, они согласны даже влаживать свои средства, чтобы приобрести какой-то игровой комплекс Или какие-то даже цветы, деревца, туи они предлагают Но мы еще будем дополнительно собираться, все это обсуждать Потому что люди, как сказать, идут навстречу Потому что в разговорах, в личных беседах, в личных приемах готовы помогать Потому что ждать нет кого, надо самим стараться приводить все в порядок Как подъезды, так и дворы, ну и дворовые территории Сообще, я думаю, мы этого добьемся Коля, скажи, пожалуйста, а что находится у тебя во дворе? Не поверишь, детская площадка А у меня трансформаторная будка и много машин Ира, это не проблема, зато у тебя, между прочим, за окошком лесопарк Очень хороший Идеальный, может сказать А давайте сейчас узнаем у могилевчан Вот идеальный двор, он какой? А не вопрос, пойдемте Девушка, девушка, можно вас спросить? Какой должен быть двор в идеале? С травкой зелененькой Хорошо организована детская площадка Зеленый обязательно, то есть много насаждений Чтобы можно было спрятаться в жару Чистым, без наклеек на дверях Песочница обязательно должна быть Мусорки, куда люди складывают мусор Чистый, благоустроенный, чтобы много зелени было Для деток горки, что там, качели У нас должна быть детская площадка, это незаменимая вещь Должны быть беседки, какие-то лавочки Ну и для молодежи что-то, футбольное поле Ухоженный, чистый, идеальный Чтобы можно было где-то присесть и отдохнуть Наш А что в вашем дворе такого, что отличает его от других? Потому что наш Уютный, красивый, там все есть Свой там, где я живу А какой он? Благоустроенный Идеальный двор Ну где чисто, где не мусор, где люди культурные Ну ты размешила меня Я тебе сейчас расскажу еще больше Я вчера ездила в гости к друзьям Так А живут они на улице Тишки-Гартного? Ну и почему-то это Не смешно? Нет, нет Ты хочешь сказать, что ты знаешь, где находится улица Тишки-Гартного? На полном серьезе заявляют Да, я знаю, где находится эта улица Правда, появилась она совсем недавно А вот в честь, кого ее назвали И где же все-таки расположена улица Тишки-Гартного Мы узнаем прямо сейчас Пойдем смеяться дальше Улица Тишки-Гартного появилась в Могилеве в 2011 Точнее, не сама улица, а ее название Именно тогда было принято решение о наименовании улиц строящегося микрорайона Казимировка Так что хотите попасть на Гартного вам в Казимировку Она расположена вот здесь Она идет параллельно Минскому шоссе В настоящее время идет застройка многоквартирных жилых домов На этой улице играют ребятишки Жильцы выгуливают домашних любимцев Новоселы потихоньку обживают свои квадратные метры В настоящее время по этой улице мы сдали два жилых 220 и 80-квартирный жилой дом Всего 200 квадратных метров По площади два дома занимают 13 300 квадратных метров В основном для нуждающихся в улучшении жилищных условий В планах строителей, кроме жилья, поликлиника, детский сад, сберкасса, аптека, магазины Все в шаговой доступности Да и добраться сюда можно, пожалуй, из любого угла Камбелева 29 автобусов ходят в будние дни и 12 автобусов в выходные дни И дополнительно обслуживают около 100 маршрутных такси ежедневно Что же касается человека, в честь которого улицу назвали То в белорусской истории эта фигура сложная и неоднозначная На самом деле Тишка Гартна – это псевдоним Дмитрия Жилуновича Поэта, прозаика, публициста, политика Именно он в 1919-м стал первым руководителем Временного рабоче-крестьянского правительства БССР Воголь як поэт и як прозаик Янвичица першим таким пролетарским поэтом в Беларуси Бо ведемо, да его швеша так само писалися Але вот это именно социалистичная идея Идея, яго в вершах была такой головной Но судьба Тишки Гартнова оказалась трагичной Его взгляд на создание и статус БССР не совпадал с официальным В 1931-м его исключили из партии В те времена это было началом конца В 1936-м годе он был арештован Вельми таких невыносных умов тримались в вязни И махчима так само с яго были Потому что пылные почались проблемы с психикой Сам себе он обговорил И потом был признан психичным хворым Махчима это так и было Были пылные проблемы Он был отправлен в Могилев И депрасс год, во взрослых 50-ти годов И он помер А конкретнее его отправили в Могилевскую психиатрическую больницу Которая в те времена располагалась в Печерске Есть несколько версий и о причине смерти Тишки Гартнова По одной он скончался из-за болезни По другой покончил жизнь самоубийством Точно неизвестно, где Тишка Гартный обрел и вечный покой Возможно здесь, в сотне метров от бывшей психиатрической лечебницы На окраине лесопарка В 1987 году его полностью реабилитировали Ну а в Могилеве, где первый белорусский пролетарский поэт провел последние дни Теперь сохранится и память о нем Ты чего грустишь? Я? Я весела Скажи мне, пожалуйста, а ты спортом увлекаешься? Коля, я тебе скажу больше, я им даже занимаюсь А вот теперь, внимание, узнаем, каким Тайским боксом Что? Я же присел Как героиня нашего следующего сюжета Елена Муратова Между прочим, сейчас она нам покажет, как нужно держать удар И ты покажешь мне, пойдем Кия! Легкая атлетика, тяжелая атлетика Этим спортом будущая чемпионка мира занималась с детства А вот в виде наборства Елену Муратову неожиданно привел телевизор Раньше была такая передача «Вокруг света» и была передача про шаолинских монархов И вот как-то захотелось заняться и этим набором спорта В течение дня Елена – инженер-программист на лифтмаше А вечером она боец, выходящий на ринг наравне с мужчинами Ну вообще более успешно можно чувствовать именно в том, что нравится Работа мне мое нравится, увлечение мне мое нравится, так что я чувствую себя успешно во всех сферах деятельности В тайландском боксе Елена уже 12 лет За это время выиграно множество чемпионатов 10 международных золотых наград, 3 из них за победы в Кубке мира Одна из последних побед в открытом чемпионате Литвы Равных нашей Могилевской чемпионке в мире почти нет Редко, когда после первого раунда бой продолжается Обычно Елена уже на скамейке победителей На самом деле, не только для нашей города, а для Белоруссии, я повторяю Таких спортсменов очень мало Человек начиная с 2007 года И вот по сегодняшний день это 8 лет Находится на пике формы Все, приготовьтесь! В последние годы городские власти стали поддерживать нашу спортсменку Ее поездки на чемпионаты получают финансовую поддержку А в 2014-м Елена Муратова получила премию Могилевского госполкома «Достижение» Хотелось бы больше зелени родному городу Я здесь живу, было бы странно не любить город и тут жить Вот такие они наши могилевские девушки И коня на скаку остановят, и мужчину на повал сразят Даже на ринге Вот убеждаюсь, лишний раз убеждаюсь, что Могилев – это кузнец таланта Горжусь, вот горжусь Полностью поддерживаю Дело в том, что Ирина хочет сказать о том, что 12 учащихся в Могилевской гимназии колледжа искусств Недавно стали лауреатами музыкального конкурса, который прошел в Санкт-Петербурге В самом Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге А город этот удивить ой как непросто А у наших получилось Молодцы Их по праву можно считать покорителями культурной столицы России Дети из гимназии колледжа искусств города Могилева впервые привезли из Санкт-Петербурга 12 лауреатских званий Как готовились наши юные музыканты и о чем они мечтают узнаем прямо сейчас Мария Дмитриева и Полина Синица стали абсолютными победительницами В родной Могилев они привезли статуэтки с надписью «Гран-при» по классу аккордеона И это неудивительно, девочки просто поражают своим талантом и артистизмом Санкт-Петербург вообще это очень сложный город И сложный в плане того, что туда приезжают в общем-то не просто так А люди подготовленные профессионально, знающие И жюри всегда соответственно на очень высоком профессиональном уровне Но к такому уровню учащиеся были готовы на все 100% В Санкт-Петербург приехали 12 талантливых детей из Могилевской гимназии И впервые привезли 12 лауреатских званий Вокал, аккордеон, виолончель, баян и фортепиано Рядом с каждым этим словом был вписан город Могилев Мы, конечно, настраивались на победу, но до конца никто не был уверен в результатах конкурса Волнение, конечно, присутствовало Первые буквально 5 секунд моего выступления, но потом входишь в образ, видишь улыбки жюри Овация аплодисментов от зрителей И ты успокаиваешься и думаешь, что все получилось Беспокоились все Родители, преподаватели и сами участники Ведь конкурс был непростым Только лучшие могли выйти на сцену, чтобы показать свои умения Я играла с Кабаковой Лизой Это была сложная борьба с сильными конкурентами Мы долго готовились, занимались усиленно В итоге мы получили третье место Моя мечта связана, так скажем, с искусством Я хочу стать артисткой либо театра, либо кино Моя заветная мечта Юные музыканты признаются, что ехали побеждать, а не просто показать себя Поэтому они уже сейчас готовятся к следующему конкурсу Чтобы вновь выйти на международную сцену Коля, а ты знаешь, как правильно сочетать цвета в одежде? Как определить, к какому цветотипу ты относишься? И как все рассказать о себе, собеседнику, не сказав ни слова при этом? Вот из всего, что я только что услышал Мне очень понравилась фраза «не сказав ни слова» В общем, ты не знаешь Ну что ж, тогда, Коля, специально для тебя, ну и, конечно, для вас, наши уважаемые телезрители Мастер-класс по тому, как воспитать в себе чувства тонкого стиля и вкуса хорошего Да-да-да, ведь давно известно, что не только одежда делает женщину идеальной леди Коля, больше ничего не говори, помни о тайском боксе, помни Студия визажа «Гала-студия» уже давно стала одной из главных образовательных площадок Могилева Ведь ничто так не красит женщину, как знания, разумеется, верно подобранные цвета По мнению Ольги Грибовой, нельзя стать красивой, нужно быть красивой Ведь красота на одежде не заканчивается Нужно продумывать изначально, кто я есть О том, что я есть женщина, я есть человек Какие определения, кем я хочу быть Дальше мы идем в разные с вами ситуации И нам нужно понимать, какую роль мы там играем Помимо нашего внешнего вида, у нас есть определенные требования к нам Есть определенные правила этикета И в данной ситуации нам нужно понимать, чего от нас ожидают И как быть успешной в этой ситуации Но можно жить и без этих знаний, скажете вы и будете правы Главное, руководствуясь своим вкусом, не уходить в стилистический кювет Сбежать эти ошибки можно, руководствуясь простыми правилами, например Сейчас есть такая тенденция в моде, в Европе, которая к нам пока идет, но не пришла Модно смешивать очень дорогие бренды и очень дешевые Для того, чтобы показать, что вы выше этого индивидуальности, да, эклектика По правилам этикета в Европе запрещено демонстрировать те или иные лейблы или знаки Казалось бы, благодаря интернету о моде знают сегодня все и все Вот только интерес к живому общению меньше не становится Стилист Татьяна Лукомская, например, к Ольге приезжает не в первый раз из Гомеля Все эти знания помогают даже где-то манипулировать собеседником Для того, чтобы произвести то впечатление, которое нужно тебе Потому что, безусловно, правильно расставляя акценты в образе Ты передаешь информацию, ту, которая тебе нужна Не говоря о том, что где-то ты себя защищаешь от ненужных вопросов Есть вот такая скромность, красивая скромность, которая переходит в элегантность Но, тем не менее, в каждой из нас, в каждой женщине, в каждой белорусской Скрыта такая история, которую нужно рассказать, которую хочется рассказать И мне кажется, что мы сейчас, в 21 веке, только учимся разговаривать одеждой Чтобы увидеть, как мы хороши, какие мы классные, какие мы вкусные И вкусность эту можно и нужно раскрыть посредством цвета Что такое колорит внешности? Это взаимодействие цвета глаз, цвета волос и цвета кожи лица У Татьяны зачерненный цвет волос, зачерненный цвет глаз и смуглая кожа Это значит, что если мы будем выбирать такие же томные, вязкие цвета, тоже зачерненные Мы будем подчеркивать ее природный колорит, ее природную вязкость, ее природную эфирность В Татьяне нельзя носить серые джемпера Но, тем не менее, серый кардеган, вероятнее всего, у нас есть И для того, чтобы на лице не лежали ненужные оттенки других цветов искусственных Мы просто возьмем цвет, который нам подходит от природы изначально И добавим его в цвет аксессуар Вот как-то немножечко сюда Нужно с каждым работать отдельно У каждого узнавать то, в чем он интересный В то, в чем он необычный и уникальный, просто после этого подбирает дополнительные цвета Быть красивой и несложной, всего не расскажешь за время сюжета Но направление мы вам дали Ищите и узнавайте себя Вы прекрасны Ну а сейчас самое время культурных новостей С ними, как всегда, познакомит Елена Стребкова Нет, на этот раз Седа Каспарова В рубрике Культивижн? Обнимается Всем культ привет! Начнем по традиции с обзора культурных событий, которые ожидают нас в ближайшие дни В эту субботу на телеканале Беларусь1 смотрите очередной полуфинал народного шоу «Я могу» Бавруйские рэперы удивляют жюри начала в 19.00 Болейте и голосуйте за ребят 29 марта фестиваль мультипульти Начало в 12.00, концертный зал Могилев И в этот же день, 29 марта, на сцену ДК области выйдет Стас Пьеха Начало в 18.00 Там же свою юмористическую программу представит Геннадий Ветров Но уже 2 апреля Начало в 18.30 Конечно же леет мотив нашего культивижна молодежный театральный форум «Март Контакт» К нему сейчас прикованы все взгляды небезразличных к искусству и экспериментам могилевчан Десятый международный форум в этом году собрал на театральную весну коллективы из 10 стран Всю неделю на трех площадках театра драмы, театра кукол и концертного зала Могилев Для нас играют 20 спектаклей от классической драмы до пластического театра Впервые в этом году на фестивале труппы из Эстонии и Кыргызстана Для меня главное, чтобы это была новизна, для меня главное, чтобы не было повторений Для меня главное, чтобы не было какого-то вот такого занудливого разговора со мной На какие-то темы, на которые я уже все знаю Мне хочется молодого взгляда, мне хочется иного взгляда на мир, иного взгляда на вещи Необычного, может быть даже какого-то дерзкого, может быть даже какого-то провокационного Когда я вижу реакцию зала, когда вижу созвучие зала и сцены, значит спектакль удался. А второй критерий, когда я вижу, что актеры играют с удовольствием. Из первого спектакля настройка на формат. Минимум сценографии, максимум проникновения в текст. Моноспектакль «Рыдание» от уфимского «The Teatro» и почти параллельно уже на уличной площадке «Сады Версали» из Клапиды. Это не кино. Ты не сможешь пересматривать один спектакль миллион раз, и это не будет заснято. Каждый раз это по-разному, это своя эмоция. Если вы там были и все видели, то вы точно знаете, что однажды все мы будем счастливы. Одноименный спектакль «Центра Всеволода Мирхольда» из Москвы стал одним из самых ярких экспериментов этого «Мартконтакта». Одна героиня, воплощенная в двух персонажах, и снова. Ни звука музыки, ни самого минималистичного реквизита. Только история девочки, которую никто не любит. По крайней мере, она так думает. «Она желает быть любимой, желает любить. Совершенно не может в этом разобраться. Круто, что вообще по импульсу она хотя бы пытается это сделать. И это, наверное, общее. Ну, как это все равно у нее есть желание. Все равно она жива, мне кажется, эта девочка». За несколько фестивальных дней корреспонденты «Культивижн» повидали немало зарубежных спектаклей, но смогли попасть и на свой отечественный. Могилевский драматически представил женитьбу в постановке главного режиссера театра Саулюса Варнеса. Мы проникли за кулисы одной из самых ожидаемых постановок этого «Мартконтакта» – не классическая классика Гоголя «Диалог со зрителем», который, судя по реакции зала, удался. «Театр – это немножко мир сна. Да, это какие-то визии от подсознания, какой-то такой разговор с современным человеком, которого надо выбить из очень реальной, конкретной жизни». А на этом у меня все. Редакция «Культивижн» будет следить за всеми культурными событиями Могилева. А я с вами прощаюсь и желаю новых культурных открытий. Кукусичек. Стоп, подожди, какой кукусичек? Это ты, Коля. Ну, это я. Ну, присаживайся. Ну, хорошо. А кто такой кукусичек? Расскажи-ка мне. Не скажу. Ну, пожалуйста. Это моя маленькая тайна. Еще одна. Ну, а о тайнах городских, интересных людях и последних новостях мы расскажем ровно через неделю. А сейчас наш адрес, куда вы можете прислать ваши городские истории. Город Могилев, улица Первомайская, 83, телефонная студия, 2215-83-22-9070. Делайте это с удовольствием и не забывайте о нашем сайте tvrmogilov.by. В гостевой ждем хорошее настроение от вас, хороших новостей от вас. Ну, а мы, Ирина Борзиловская... И Николай Команцев. ...встречаемся уже на следующей неделе. Пойдем на Март-Контакт. На Март-Контакт. Пойдем на Март-Контакт.